Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжаем разговор о книге пророка Исаия Вавилонского и обратимся сейчас к 43 главе. Чрезвычайно важная в контексте книги пророка да и вообще, пожалуй, Священное Писание Ветхого Завета 43 глава построена как обращение Бога к Израилю. Обращение Бога к избранному народу. Здесь Бог говорит, а Израиль обозначен как тот, к кому Господь обращается. Стало быть, вот что именно Бог сообщает своему народу, в чем именно он хочет убедить Израиль. Ныне так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Ну, во-первых, как мы уже говорили, искупитель в отсутствии реальных ближайших родственников заявляет себя как ближайший по отношению к тому, кого он выкупает из рабства, потому что по закону это обязанность ближайшего родственника. Дальше, Господь таким образом говорит, я искупил тебя, я твой ближайший родственник, и нет у тебя никого ближе. Далее, он говорит, назвал тебя по имени твоему. Конечно, для древнего человека имя значило гораздо больше, чем для нас сегодня, и, видимо, несколько разных аспектов в этом выражении назвал тебя по имени, слышалось древним. Ну, в первую очередь, вероятно, власть, власть того, кто называет по имени над тем, кого он называет, а, во-вторых, какая-то все-таки очень глубокая близость, близость, когда Господь действительно так знает свой народ, своего отрока. И вот он говорит, ты мой, ты мой, будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли не потопят тебя, огонь через огонь не обожжешься, потому что я, Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, я твой спаситель, тот, кто захотел, чтобы ты существовал, захотел, тот, кто, как ближайший родственник, отдает за тебя что-то важное и ценное. Дальше несколько странные, смутительные даже, может быть, строки. Да, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею. Ну, что-то как-то прям кажется очень странным, что за разговор, что выкуп за Израиль, Бог отдал Египет, Эфиопию, Саву, южное побережье Аравии. Вроде как несправедливые и неполиткорректно отдавать одни народы выкуп за другие. Здесь, по-видимому, эмоциональный, по крайней мере, смысл, вот какой. Израильтяне видят, как, в общем, процветают, до некоторой степени, конечно, но все-таки процветают разные народы. Египтяне сильные, богатые, там, Эфиоплине, Савское царство или Савейское, где тоже там торговля, богатство, все прочее. Вот они прям процветают. Вот, наверное, их Бог предпочел нам, их Он избрал, а мы что? Ну, вот к нам по остаточному принципу. Но Господь говорит, ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя, да всех бы их за тебя отдал. Отдам других людей за тебя, народы за душу твою. Речь идет не о том, что там Бог безразличен к судьбам других народов, или им каким-то образом бросается, а о том, что ты многоценен в очах моих. И на самом деле нет никого для Бога важнее, чем тот, кого возлюбило сердце Божье. Это поразительная тоже вещь. Хотя, повторяю, звучит это для современного уха немало смутительно. И дальше в этом гимне говорится о том, что «не бойся я с тобою, я соберу племя твое, всех каждого, кто называется именем моим, кого я сотворил для славы моей». Сначала Господь говорит, «Я назвал тебя по имени ты мой». И оказывается, ты мой – это и есть то имя, по которому Бог назвал Израиль. Народ, над которым наречено имя Господне. Как надпись, свидетельствующая о принадлежности. Как имя хозяина, написанное на каком-нибудь предмете. Вот так. Или как подпись на тетрадках, именная. Наречено имя Господне. Написано на нем, на этом народе, имя Господне. Он принадлежит Богу и судьба его, поэтому в руках Божьих. И дальше Господь обращает, продолжает обращаться к Израилю через пророка и говорит, «Выводи народ слепой, пусть все народы соберутся вместе, соединятся, и мы будем опять судиться». Кто между ними предсказал это? То, что произойдет. Имеется в виду то, что царь Кир победит и разрушит Вавилонское царство. Победит и разрушит. Кто это предсказал? Никто не предсказал. И тут Господь говорит следующее, «А вы мои свидетели, вы свидетели того, что это я предсказал, и я это сделал». То есть все говорят, мы представить себе не могли, наша трехэтажная духовность, глубокая традиция, не могла ничего подобного предвидеть. А израильтяне говорят, «А наш Бог так нам заранее сказал, что так будет, потому что наш Бог существует, а ваш нет». «Мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Вы мои свидетели». Здесь едва ли не впервые на самом деле появляется это слово, о народе Божьем как о свидетелях Господних, свидетелях того, что Бог сделал и того, что правда Божья действительно предсказана пророком и реализуется в жизни. Я, Господь, вы свидетели того, что нет Спасителя, кроме меня. И это избрание, собственно, и происходит ради свидетельства. Посмотрите-ка, почти все мы, читающие Библию и слышащие слово «избранный народ», понимаем так, что избранный народ — это те, у кого погода лучше, зарплата больше, урожайность выше, и вот у них будет все хорошо. Они избраны, а всем остальным там ничего не достанется хорошего в жизни. Ну, или там, знаете, как отборную публику пускают на какие-нибудь торжественные мероприятия. Нет. Избрание значит быть свидетелем дел Божьих, значит хранить верность правде Божьей и быть свидетелями того, что она действительно является правдой. Вот что значит избранность. И христиан, как иудеев, часто обвиняют в высокомерии, в том, что мы превозносимся над окружающими, говоря, что там мы избранные, а кто-то не избранный. Ну, быть избранным — это значит быть свидетелем путей правды Божьей и собственной жизнью свидетельствовать правильность его заповедей. И вот так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев, ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры. Сокрушил все запоры. Я, Господь Святый ваш, Творец Израиля, царь ваш. Ради вас, ради спасения вот этих свидетелей господних народа Божьего совершается вся вот эта вот сложная военно-политическая катавасия, которая охватывает весь Ближний Восток до берегов Босфора и истоков Нила. Вот эти все персидские завоевания. Все это ради народа Божьего попускает Господь Бог. При этом надо сказать, что вовсе не предполагается, что они там должны забыть все, что было. Господь продолжает говорить Израилю о преступлениях Израиля самого, потому что трудно сказать, почему. Во всяком случае, просто сказать, что ой, теперь все хорошо, все забыли, начали с чистого листа, тоже, в общем, неправда. Бог прощает, Бог искупает, Бог не бросает избранных своих, и они призваны стать свидетелями не только правды, но и милости Божьей, но невозможно также отказаться от свидетельства о том, что преступление, разрушение Завета становится причиной катастрофы. Вы мне свидетели, также означает, что Израиль должен сказать, да, вот заповеди, которые Бог нам дал, мы их нарушили, и с нами произошла катастрофа, мы оказались на дне, все потеряли, все разрушили. Свидетельствуем, что так бывает с теми, кто разрушает заповеди. Вот, собственно, что предполагается. Господь говорит, я выведу вас, я в пустыне дам воду, чтобы поить избранный народ мой, а ты, Иаков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня, ты не приносил мне агонцев. Израиль должен и об этом тоже помнить и свидетельствовать. Но удивительно важные слова, я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением. У первого Исаия, автора первой половины книги Исаия Иерусалимского тоже есть эта мысль, когда вы приходите, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, дом Израилев. И вот здесь тоже через Исаию Вавилонского через два столетия Господь говорит, я не заставлял тебя служить мне приношением. Ну, конечно, это еще должно оттенить вавилонские культы, где как раз боги заставляют людей служить им приношениями, где как раз вавилонские идолы и всякие герои мифов сотворяют человека для того, чтобы люди вместо них работали, а боги могли отдохнуть. Так, прям вот в МАИ сказано, чтобы люди работали, боги могли отдохнуть. Поэтому Господь говорящий, я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением, помимо прочего, обозначают тем самым другие, чем у вавилонин и их идолов взаимоотношения. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззаконними твоими отягощал меня. Ну, вот тоже каким-то образом эти слова свидетельствуют о том, что небезразлично Богу небезразлично, Богу то, как мы себя ведем и по отношению к Нему тоже. Дальше Господь говорит, я сам изглаживаю преступления твои ради тебя самого и грехов твоих не помяну. это догматическое утверждение, которое, как полагается, с каждым догматическим утверждением надо знать наизусть. Я изглаживаю преступления твои ради себя самого, не ради чего другого. Не потому, что ты этого заслужил, не потому, что ты меня уболтал или наговорил правильных слов, не потому, что ты насовершал подвигов или ради жертвоприношений, которых я у тебя даже и не требовал, не ради того, чего-нибудь еще можно выдумать, даже не ради того, чтобы ты спасся, ради себя самого. мотивация Бога для того, чтобы спасти людей в нем самом, в его сердце. Еще раз говорю, это догматическое утверждение о Боге, одно из важнейших откровений Ветхого Завета, которое Слово Божие дает нам, чтобы мы о Боге это выучили, не представляли его себе в виде какого-то корыстного самодура, прости, Господи, как мы обычно это чаще всего и делаем, думая, что Богу нужны какие-то наши там усилия, дары или жертвы. Нет, ничего этого не нужно, никому, кроме, может быть, нас самих. Я изглаживаю преступления твои ради себя самого. И видимо некоторые вот такой нерв поэтический в Исаии бьется и он поэтому говорит припомни мне, станем судиться снова, давай сопоставим, станем судиться, говори, чем ты оправдаешься в том, как ты живешь, в том, как ты себя ведешь. Про отец твой согрешил и ходатай твои отступили от меня. Поэтому говорит Господь, я предстоятель из святилища лишил священства и Акова предал на заклятие. Здесь обрывается 43 глава и это же обращение Бога к народу Божьему продлится в следующей 44. КОНЕЦ Продолжение следует...